Значит так, автомобиль, это шестерка у нас, ВАЗ-2106, но двигатель здесь стоит троечка. Так, на моторе здесь уже ранее нами была установлена двухконтурная система зажигания, вот она. Так, мотор полностью штатный, то есть головка, впуск, выпуск. Значит, единственное, что здесь не штатное, это распредвал стоит, Невовский 213, и регулируемая звезда, чтобы его просто поставить нормально в ноль. Ну и, естественно, двухконтурная система зажигания. Также карбюратор Solex, вот, но здесь 83-й, в общем, стоит, вот, для штатного движка вполне нормально, но для раскрученной версии, конечно, его будет маловато, значит, дело не в этом. Автомобиль, ну, сам по себе он такой, скажем, аккуратный, я на нем уже ездил. Нужно, задача, то есть эксперимент заключается в том, чтобы сделать его немножко более приемистей, путем доработки системы газораспределения, то есть головка, впуск, выпуск. Для начала давайте посмотрим заезд вот на этой системе, вот то, что двигатель есть, вот как он отрегулирован. Тут, кстати, фиатовская коробка стоит пятиступенчатая, очень неудобная. Вот, я не знаю, я ездил, вон он, рычаг там спилен, там первую передачу воткнуть надо ловить, и вместо третьей на пятую пару раз я попадал. Ну, короче, неудачно, мне не нравится эта коробка. Ну, в общем, давайте посмотрим заезд на этом автомобиле, вот то, как есть, вот то, что оно сейчас есть, что, как оно разгоняется и что оно дает. Надеюсь, все будет видно. Если будут запоротые дубли из этой фиатовской коробки, идиотской, смотрите их на втором канале. Что-то мне такое чувство, что спидометр здесь, спидометр здесь прет нещадно. Я не могу сейчас в сотку ездить, просто не могу. Ну, это нереально. Вот четвертая передача. Ну, это стопос спидометру. Ну, вот, где-то получается 110 на самом деле. Сотни, это где-то около 100, скажем, 5. Ну, три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи. Четвертая передача, это гарантированно 100 километров в час на тройке. Ну, где-то 107 километров в час. Получается. То есть надо его разгонять по спидометру не до сотки, а, ну, грубо, там до 110 ровного счета. Тогда можно получить более-менее объективный результат. Надо еще раз. Три с половиной по тахометру, это гарантированно 100 на третьем мосту. И не важно, какая коробка, какая еще там. Тут все равно четвертая прямая, я имею в виду. То есть не то, что не важно. А четвертая, она прямая везде. И на Fiat, и здесь она прямая. Так, ну ладно. Теперь можно и сделать маленький заезд. Я понял, я понял, щетки не работают. Нормально. Да, а не. Вот где-нибудь здесь сейчас подключимся. Надеюсь, не запорится этот дубль, потому что из-за Fiat-овской этой... Так, сейчас мы выйдем на трассу. Так, тут мы здесь встанем. Так, отлично, никого нету. Так, с нуля. Так, ладно. Плохо. Так, и вот сейчас. 107. Отлично. Ну, какой-то такой результат. Так, теперь сразу же и максимал. Так вот, 5,5. Что у нас тут? 4,5. 5. Сейчас. Что у нас тут? 5. Еще раз повторяю. Для всех. Максимальная скорость проверяется только на 4-й передаче. 5-я передача. Это эконом режим. Вот мы едем. 5-200. Медометр показывает 160. Ну, на самом деле, это где-то 150. Ну, 160 там, с копейками. Ну, 150 оно, я думаю, уйдет. Вот. Больше оно не раскручивается. Так, ну, как только что, в принципе, было продемонстрировано. Есть некий результат. То есть, еще раз напомню. Коробка здесь фиатовская. То есть, врет спидометр. Я показывал, что 5-я передача, то есть, 5-я. 100 км в час. Это 3,5 тысячи оборотов на троечном мосту. Здесь стоит троечный редуктор. Вот. Передача, хоть коробка фиатовская, но на них на всех. Что на фиатовских, что на жигулевских, что на всех остальных. На большинстве коробок. Четвертая передача, она прямая. То есть, 3,5. Это гарантировано сотню. Ну, здесь спидометр показывал 107. Ну, то есть, так его и будем разгонять. То есть, есть некий результат. Так. Теперь наша задача. Вот эксперимент, скажем. Ну, человек согласился. Вот стандартный у нас двигатель, как я говорю. Значит, что мы делаем? Мы сюда поставим распредвал ОКБ-94. Ну, и плюс впуск-выпуск. Это сейчас мы все покажем. Кстати говоря, сразу же отвечаю на вопрос. Будет вопрос по-любому. Вот это вот распорка. Вот она. Распорка какая-то. Сразу отвечаю на вопрос. Ребята, я понятия не имею, зачем владелец ее сюда поставил. Ну, то есть, даже, ну, то есть, не спрашивайте в комментариях. Я понятия не имею, зачем она здесь нужна. Это не так. Родная головка, которая здесь была. То есть, хочу я обратить внимание на то, что головка в состоянии была неплохом. Я не показывал, просто мы до этого мерили компрессию, и 12 атмосфер была компрессия. То есть, головка в неплохом состоянии везде. Прилегание прокладки было, в принципе, на должном уровне. То есть, вон, обжим есть. Если посмотреть, то есть, видно, что, в принципе, места контакта нормальные. Так, теперь, сама прокладка, которая здесь была, она легко отошла от головки, от блока. Она нигде не пригорела, не прилипла. Это говорит о том, что двигатель не перегревался. Хотя двигатель прошел где-то 1030, наверное, человек на нем ездил, только купил это дело. Так, теперь. Ну, блок здесь стандартный, троечный, имеет паразитный недоход свой. Но, показать я хотел не это. Хотел я показать следующее. Здесь установлен, вот он, шестеренчатый башмак. Так, то, что я показывал ранее, который мы... Вот. Я теперь хочу продемонстрировать. Хочу, я хочу показать лишь следующее. То есть, я взял в руки цепь, так. И вот я им... Ну, блок, то есть, он уходит у меня в блок. То есть, как раз он в таком положении никогда стоять не будет. То есть, цепь его не касается. Он где-то вот в таком положении будет работать. Самое интересное заключается в том, что... Самое интересное, у тебя цепь убрал, так туда бросил. Хочу заметить, что и родной башмак, и все остальные, которые делаются, они проектируются так, чтобы он имел... Вот. Некий свободный ход на своем посадочном месте. Там... Сейчас попробуем показать. Вон она, блестящая площадка. Вот я раз его туда, сюда, туда, сюда. Вот он. То есть, это по родному башмаку сделано. Они все такой ход имеют. Специально, чтобы он вот этим вот моментом отцентрировался, как ему надо, по цепи. То есть, он встал в какое-то одно положение, потом его напряг, натяжитель, и все. Он уже никуда не денется. Ни никаких, то есть, ну... Грубо говоря, там вибрация, ничего, он шататься не будет здесь. Будет здесь стоять отлично. При этом звездочка, вот, хочу заметить, то есть, я уже как-то показывал ранее, то есть, я ее шатаю. То есть, она стоит как вкопанная. Зафиксирована нормально. То есть, и все разговоры о том, что звездочка должна ходить здесь, что это так надо, это задумка великих конструкторов, это все лишь, ну, скажем так, ну, разговор... Это отговорки, да, вот, батя правильно. Это отговорки, разговор в пользу бедных. То есть, все должно быть сделано нормально. И любой другой башмак здесь вот так вот будет иметь небольшой свободный ход. Он и должен иметь. Так по конструкции. А звездочка должна сидеть нормально, на подшипнике, никуда не болтаться. Вот такое небольшое отступление. Хочу еще раз продемонстрировать. Перед установкой головки я сюда проверяю верхнюю мертвую точку при помощи индикатора микрометра. Вот я его сейчас поставил по ВМТ. И хочу заметить, вот она метка. То есть, вот на копейка одиннадцатый блок всегда, ну, вот, обычно совпадает. На тройка-шестерка почему-то вот не совпадает. Вот видно, что она немножко раньше стоит. То есть, вот как раз по риске. Вот чуть-чуть раньше. Там буквально на копейку раньше. Но буквально вот здесь хорошо видно. Буквально чуть-чуть. То есть, скажем так, сразу перед меткой. Вот это вот и есть одна из причин, откуда рождаются такие, ну, соображения, что распредвал лучше всего ставить в опережение. То есть, дело в том, что если он стоит, если его поставить вот по метке родной, и вал поставить по метке, то получится, что распредвал стоит в запаздывании. Поэтому его надо, естественно, чуть-чуть вперед провернуть, тогда по метке он совпадет и нормально работает. То есть, а так обычно, то есть, этого никто не проверяет, и такое появляется мнение, что надо его в опережение крутить. Значит, хочу заметить цыковки. Вот они сделаны. Ну, то есть, сам процесс, как наносятся цыковки, я как-то показывал в отдельном видеоролике. Здесь я нанес, вот, видно, что здесь только впуск. Они все между собой одинаковые, ну, по крайней мере, на глаз. Хочу заметить, что, конечно, по нормальному, по всем канонам, вот эти вот цыковки нужно, естественно, наносить перед установкой поршней, то есть, чтобы их потом уравновесить, естественно. Но, хочу заметить, что вот такой способ нанесения цыковок, вы все равно, вот, она настолько маленькая, и они между собой, в принципе, одинаковые получаются. То есть, вы все равно не внесете какого-то дисбаланса страшного, который вообще хоть как-то можно будет заметно ощутить. То есть, даже если вы на одном поршней цыковку сделаете, а на втором нет, все равно такого дисбаланса вы не ощутите. Что касается стружки, которая попадает, ну, она везде остается, естественно, если ее продувают, потом двигатель. Значит, стружка алюминиевая, даже если какая-то стружка попадет там в двигатель, хотя, ну, стараюсь все закрыть, конечно, но все равно где-то что-то может же попасть. Значит, сразу говорю, то есть, это не страшно, потому что, во-первых, алюминиевая стружка, она сама по себе мягкая. Она останется либо на маслоприемнике, либо на маслофильтре. То есть, ничего, даже если она куда-то в цепь попадет, то есть, она мягкая, она никакого вреда не нанесет. Ну, конечно, если засыпать сюда стакан стружки, хорошего, конечно, ничего не будет, и то особого вреда не будет. Даже если стальная стружка, именно металл, этот, железо попадет, тоже она, конечно, жестче, но ни такого вреда не нанесет. Самое страшное, чтобы вы знали, стружка, которая может нанести вред, это стружка чугунная. Или вот с разного чугуна и с цементированных разных поверхностей. Она жесткая, как камень. Вот это страшная стружка. А это все легко выдувается. На этот двигатель мы должны установить следующее. То есть, мы уже заранее приготовили. Головка. Значит, головка это 11-я, но расточенная в дорожный вариант. То есть, 30 мм выпуск, 33 впуск до седла, выпуск 28 седло. Ну, обычное то, что я, в общем-то, всегда делаю. То есть, тут небольшое ухо, но так как 76 мм сильно тут я разгоняться не стал. Ну, клапана, естественно, Т-образная сейчас. Ну, там, наверное, видно, может быть, и не будет. Ну, по крайней мере, вон он там Т-образный. Так, сама головка фрезерована на 1,5 мм. Чтобы увеличить степень сжатия. Вообще, на троечном двигателе лучше фрезеровать, конечно, не головку, а блок. Там недоход 1,9 мм. Ну, то есть, 2 мм можно спокойно с него снимать. Но так как блок стоит на машине, то есть, он не разбирается. Для эксперимента нам не нужно это делать. То есть, уже головку мы срезаем. Значит, теперь самый такой интересный момент. То есть, так как мы головку подрезали, распредвал здесь у нас должен быть ОКБ-94. Мой любимый распредвал. Хочу вот заметить, например, по впускному кулачку. Ну, вот, например, 94-й Нивовский распредвал. То есть, видно разницу. И профилем он отличается, и подъем у него здесь 12,4. Впуск. Так, выпуск там 12,1, по-моему. Значит, фаза у этого вала, то есть, можно заметить, что он, да, естественно, шире, чем стандартный. Подъем у него больше. Но! У него фаза 290, по факту. Он там чуть больше, чем 290, там с копейками, ну, грубо говоря, 290. Вот этот вот распредвал, он отличный тем, что я называю его дорожный распредвал, потому что он и на низких оборотах, в принципе, ничего не теряет. Ну, мало ли, вот разве что там где-то на 1200 оборотов, возможно, там чуть-чуть он в чем-то будет уступать. Ну, так, в принципе, он ничем не уступает. И средних, на средних высоких он себя чувствует отлично. У него по паспорту рабочий диапазон до 6,5. Ну, то есть, как раз по городу, то есть, выше 6, это двигатель крутить, ну, в принципе, не надо такой средний. То есть, 2- ну, где-то с 2,5 до 5 тысяч. То есть, самый-самый такой, скажем, нормальная, хорошая будет у него отдача. Ну, вот у меня, например, этот распредвал крутился спокойно до 7. Ну, то есть, он, скажем, до 6 раскручивался очень бодро, потом до 6,5 и с 6,5 до 7 он так уже докручивался, то есть, можно его крутить. Вот этот вал с пружиной клапанов должны быть фордовские и иметь внутренний распуск, наружный, о чем я скажу чуть-чуть позже, когда уже на автомобиле будет все стоять. Значит, дальше, ну, естественно, регулируемая звезда, куда же без нее. Ну, карбюратор здесь, как я уже говорил, 83-й, пока будет такой. Конечно, 83-го здесь уже вот для этой вот компоновки будет мало, но, к сожалению, пока другого нет. То есть, мы, ну, грубо говоря, оставляем вот стандартный 83-й, на чем гоняли машину до этого. Ну, натяжитель, шестеренчатый, этот самый, башмак. Так, теперь, самое интересное, это выпуск у нас, то, что я показывал ранее. Здесь должен стоять только вот этот коллектор 4.2.1, дальше будет стандартная система. Ну, опять же, стандартную систему мы должны подключить через гуфу и вот такой вот хомут. Так, значит, и впускной коллектор, который я показывал ранее, это с моноинжектора, с переваренной площадкой под карбюратор. Ну, он, соответственно, расточенный. где он тут, сейчас покажу, его еще надо продуть будет. На 33, соответственно, он расточенный. Свет система. Также, так как головка срезанная на, грубо говоря, полтора миллиметра и, сейчас я тут покажу, значит, и у нас распредвал имеет более большой подъем, значит, что я хочу продемонстрировать. Вот мы берем прокладку, кладем, то есть, допустим, у нас лежит прокладка на блоке. Теперь у нас имеется недоход поршня 1,9. Ну, для этого я возьму вторую прокладку, она, конечно, меньше, чем 1,9, но, чтобы показать, так как оно не обжатое, я просто положу, то есть, чтобы показать наглядно по высоте, сколько до поршня будет, этого вполне хватит. Значит, я хочу заметить следующее, что, допустим, если брать, вот я сейчас так положу, штаммин, вот, выпускной клапан, ну, видно, что расстояние, в принципе, до выпуска здесь, очень много, порядка миллиметров 5, может даже 6, то есть, ну, реально тут достаточно ему будет, так, цыковка ему не нужна. Впуск, он, кстати, в перекрытии 1,4, если я не ошибаюсь, имеет, вот, впуск, впуск, в принципе, тоже имеет некий запас, ну, видно, что хороший, здесь на скидку, на глаз, миллиметр 4, как минимум, есть, вот, но, так как у нас, все-таки, впуск больше, клапан, то есть, цыковки, маленькие, на поршня, для самоуспокоения, нанести нужно, можно вообще, это дело, то есть, можно ставить, конечно, и без цыковок, но, уже у меня, то есть, это дело мне сделать несложно, цыковку, и для самоуспокоения, то есть, что была регулировка распредвала, нужно обязательно нанести, предварительно, все это дело выглядит, следующим образом, коллектор, впуск, выпуск, так, ну, теперь, вот, система снизу, значит, рулевую тягу, тоже я подрихтовал, но, в принципе, здесь можно было ее и не рихтовать, по факту, я уже показывал, как она там стоит, то есть, в предыдущих видео, в этом, я не вижу смысла повторяться, опять же, пришлось, ну, здесь вот, подрезать глушитель, его подогнуть, подварить, как я это показывал ранее, ну, и дальше переход, в стандартную, штатную систему, единственное, что, здесь, хомут, то есть, ну, да, вот это все соединение, то есть, я хотел ставить сюда гофру, которая показывала сеточку, но, по факту, она сюда, не поместилась, кстати говоря, вот, хочу обратить ваше внимание, то, что берите среднюю часть, с дополнительным резонансом, который на шестерку идет, оно реже встречается, она чуть дороже, там иногда стоит, но, оно реально эффективнее, система, даже на штатном моторе, оно будет на верхах, то есть, средний и высокий, оно будет чуть-чуть лучше, то есть, это будет, ну, буквально капля, но заметно, естественно, ну, конечно, переход здесь, получился, вот он, вот, конечно, здесь идеально ровным его не сделаешь, потому, что, как ни крути, а переход с 50-го, диаметра с 51-го, точнее, на штатную трубу, то есть, как ни крути, он тут все равно будет, но я там его зачистил, загладил, настолько, насколько это возможно, дальше штатная система, теперь более конкретно за пружина, хочу заметить, они имеют распуск, вот здесь вот по тарелочкам, хорошо видно, то есть, что они очень подходят выше, чем стандартные, значит, конкретно у распредвала ход 12,5, то есть, 12,4 подъем, так, на выпуске там, правда, чуть меньше, значит, я показывал в предыдущем видеоролике, как ставится по высоте, меряется, замеряется пружина, но здесь, правда, неудобно мне одной рукой все это дело показать, ну, вот, он мне тут показывает 35,3, так, но на самом деле, здесь я мерил 36, мне просто неудобно здесь штанген выставить, то есть, по пружине он все равно немножко соскакивает, вот, если здесь промерить более детально, он будет 36 миллиметров, то есть, как раз, чтобы обеспечить нужный ход, ну, давайте еще где-нибудь промеряем, нет, тут плохо везде видно, ну, сейчас вот, например, хоть хотя бы здесь на выпуске, нет, тут не могу, тут у меня табличка стоит такая, вот, ну, хотя бы так, ну, вот, короче говоря, то есть, до 36, как раз этого хватит, чтобы обеспечить нужный ход вала, хочу заметить, что при этом, видео, кстати, будет в описании, там, по тарелкам, по чертежам, значит, я уже показывал в предыдущих видеороликах неоднократно, говорил, хочу просто лишь напомнить, что для того, чтобы не потерять усилия преднатяга, я внутреннюю пружину ставлю от форда, вот здесь вот, слева у нас маленькая, это вазовская, справа это фордовская, то есть, как раз при распуске на пару миллиметров, вместо 34, грубо говоря, штатных, ставим 36, и как раз вот эти вот пару миллиметров сохраняется преднатяг около 40 килограмм, то есть, как нужно, по минимуму, по техописанию, и как раз, то есть, система работает нормально, ничего, нигде не теряется, то есть, если этого не сделать, если не сделать, не поставить пружину, еще и оставить старые пружины клапанов, тут новые, кстати говоря, стоят, вот, если оставить старые пружины клапанов, отпустить их и ничего не менять, то у вас усилия преднатяга получится значительно меньше, соответственно, и мотор развивать полной мощности не будет, вот это вот очень важно понимать, то есть, очень часто бывают проблемы, и видел я уже такое не раз, что распредвал ставят, вроде бы все сделали, а пружины ослаблены, и мотор не едет, значит, дальше рокера, рокера здесь, ну, рокера здесь обычно, единственное, что я их немножко подпиливаю, вот здесь вот, остается такой маленький, маленькое место контакта с клапаном, этого абсолютно хватает, чтобы рокер, сейчас где-нибудь здесь поставлю, удержать вот каких-то перемещений, ну, конечно, если там зазор в миллиметр будет, да, есть вероятность, что он где-то может соскочить, но это уже, если в миллиметр будет, да кто-то и кулачок разобьет, вот он стоит, но это в самом минимальном положении, то есть, я их всех поопускал, то есть, естественно, он в реале, он будет стоять, где-то вот в таком вот положении, то есть, повыше немножко, этого хватит, чтобы он нигде ничего не задевал, ну, в таком положении у нас собирается вал, теперь важно отметить о перекрытии клапанов, значит, перед установкой я хочу заметить положение тарелок, вот, например, я всегда делаю по первому целину, ну, просто удобнее мне так, вот, они здесь стоят фактически на одинаковой высоте, если мы возьмем штанген и приложим, ну, просто я вам покажу, то есть, вот, видно, что он стоит фактически на одной высоте, вот, сейчас мы так, а, тут он, кстати, имеет скругленную кромку, я просто другим штангеном промеряю пружины, я вот показывал в другом видео, поэтому он мне и меньше показал на пару десяток только что, то есть, вот он стоит ровно, то есть, в перекрытии их и нужно поставить ровно, ровно, либо впуск, чтобы был чуть-чуть ниже, то есть, вал, я покажу, как это делается, ставить, поставить, получается, чуть-чуть в опережение, но дело тут не в том, что вал будет стоять в опережении, а фаза у впуска немножко шире, и иногда впускной клапан, то есть, вот на практике, я заметил, что на 94 валу, впускной клапан ставишь, ну, я не мерил конкретно фазу, но ставишь, чтобы впуск буквально на десятку стоял по высоте ниже относительно выпуска, и самое оптимальное положение, но это под вот этот вот впускной коллектор, на штатном коллекторе, вот я экспериментировал у себя, когда здесь обычный был вазовский коллектор, чтобы автомобиль шел нормально, весело и хорошо, мне приходилось вал ставить в опережение чуть больше, но при этом, то есть, во всем диапазоне, то есть, он дошел лучше, если его поставить, скажем, по перекрытию, но в некоторых режимах был у него, ну, скажем, такой, ну, не провал, но, скажем, не сильно отзывчиво, так как коллектор этот поставил, вернулся на место, и мотор пошел во всем диапазоне до 7 тысяч, великолепно стал крутиться. Вал установлен, хочу лишь дополнительно показать. Вот они, метки, то, что я показывал ранее, что она должна чуть-чуть, вот у меня получилось так, вот тут хорошо сейчас видно, что она не доходит до основной риски, то есть, это его реальная ВМТ, и теперь смотрим по перекрытию, перекрытие проверяется только на отрегулированном уже валу. Сейчас я хочу так показать, постараться, что тут, правда, из-за этих пружин, а, сейчас ее, кстати, надо будет поправить. Плохо видно, сейчас я ее поправлю, пружину, это не столь страшно. То есть, ну, вот здесь вот, если штанген поставить, он стоит ровно, вот это вот его и есть перекрытие, вот оно, то есть, с чего-то начинать, крутить его в обережение, как я говорил, то есть, можно его крутить в опережение, смотреть, как лучше, но, как правило, в перекрытии они должны, то есть, ну, самая максимальная отдача, то есть, самое главное здесь, то, что метка нижняя, вот нижняя метка, когда она сбитая, то есть, получается, вал дальше прокручивается, здесь вы ставите его в перекрытие, ну, такое впечатление, что в перекрытие, а там по метке, получается, что вал стоит в запаздывании, то есть, колено уже прошло, свою верхнюю мертвую точку, а вал только до нее дошел. Вот сейчас система собрана правильно и должна быть максимальная отдача вот этой системы. Ну, еще настроим, естественно, дело в ходу. Так, сейчас мы пропустим здесь автомобиль, сейчас мы выйдем с места, только следим. Так. Вот каковка-то прорывая. Так. Есть! Ну, в общем, вот такой, какой-то некий результат получился, который я показал. Значит, хочу теперь немножко, давайте разберем это дело, скажем так, порассуждаем. Значит, то, что я показал, время разгона, на том, что было до этого, я хочу еще раз напомнить, что был двигатель троечный, 1.45, абсолютно стандартный, но он имел Нивовский распредвал с регулируемой звездой, то есть он был выставлен четко в перекрытии, и двухконтурная система зажигания, ну, карбюратор СОИХ-83. У меня получился разгон где-то 15,1 секунды. Но смотрел я по разгону, то есть именно время, я смотрел в редакторе, то есть я загрузил видео, поставил маркеры от и до, и смотрел примерно, какой разгон. Значит, как я уже показывал, на троечном мосту 3,5 тысячи оборотов, четвертая передача прямая, это 100 км в час. Ну, спидометр здесь врет, он показывает, тут фиатовская коробка, он показывает, где-то 107 показывает. Ну, скажем, я не утверждаю, что это именно вот конкретно 100 км в час, километр в километр, но вот такой же результат, ну, грубо говоря, до 107 я его разгонял, первый раз, вот за 15 секунд получилось, должно быть 100 км примерно. И второй раз получилось где-то 13 секунд, ну, если быть точным, где-то 13,1, 13,2. Значит, результат проделанной работы, ну, видно, что 2 секунды получилось быстрее, но результат все равно оставляет желать лучше, в моем понимании, то есть, вообще, результат получился довольно достойный. То есть, если посчитать экономические вложения, ну, допустим, у вас есть тройка, вот все, что здесь было сделано, вот, с работой, с коллекторами, ну, все-все-все, да, и плюс, двухконтурная система зажигания, распредвал там, пружин, ну, все абсолютно. Так, обошлось, обходи, ну, вот обошлось человеку со всеми работами и всеми делами примерно где-то, вот, ну, если так, чтобы было понятно, в долларах, где-то 1300 долларов, ну, 1400, вот примерно, вот, ну, кто-то скажет, вот, зачем такие деньги в вас вкладывать, вот, но в то же время я могу спросить, то есть, вот, скажем так, если продать вот этот автомобиль, ну, сколько он стоит, тройка это, и доложить вот эти тысячи, четыре, ну, пусть полторы тысячи долларов, ну, то есть, уже так, ну, округлю, то есть, запасом со всеми делами, полторы тысячи даже, то есть, все вот это вот доложить, то купите ли вы какую-то иномарку, ну, скажем, нормальную, вот в таком же состоянии, не убитую, в хлам, не какой-то упокойник, а нормальную машину, которая имеет такие же динамические характеристики, 13-14 секунд до сотни, да не купите вы такого, то есть, это если есть деньги, бабки, ну, то уже, как говорится, пожалуйста, а так, вы ничего такого не найдете, но это отступление в сторону, значит, по конкретно, по результату, значит, по результату, вот первый раз, когда я разгонялся, ну, на камеру, конечно, это не видно, но вот то, что я ездил, было видно, что автомобиль, ну, точнее, двигатель, вот все системы, которые на нем стоят, штатный, Нивовский распредвал, новые пружины клапанов там были, то есть, Солекс, 83-й, 21-23, то есть, система была полностью, скажем так, все было подогнано, и карбюратор, например, полностью перекрывал потребности двигателя, полностью, то есть, кстати, 95-й бензин здесь, обычный, сейчас залив, то есть, полностью карбюратора, всех систем хватало для того, чтобы он работал в каком-то неком своем режиме, сейчас, вот, почему мне, я считаю, что результат не совсем полный, во-первых, карбюратор, который здесь стоит, уже чувствуется, ну, по видео, может, это и не сильно видно, но я лично, вот, именно, на разгон, это одно, но вот просто я ездил в потоке, например, то есть, да, чувствуется, автомобиль значительно живее идет, но, где-то после 4-4,5 тысяч, чувствуется, что карбюратора просто не хватает, уже, то есть, он, диффузор у него маленький, просто не хватает, вот, он, не пропускает, то количество воздуха, которое двигатель может прокачать, с разным выпуском, с осточенной головкой, со спритвала, он просто не пропускает, то есть, по-нормальному карбюратор сюда, как минимум, 73 нужен, 24 на 24, ну, а так, чтобы было совсем нормально, уже, как говорится, на вырост, это 21, 0,41, 24, который на 26, вот, тогда он пойдет ощутимо ярче, именно, вот, после 4, где-то тысяч, будет раскручиваться, вот, но даже с этим он идет хорошо, дальше, портит, очень портит, картину, это фиатовская коробка, которая, ну, в моем понимании, она очень неудачная, потому что первая передача у нее сильно заниженная, на них, на всех, то есть, еще даже ниже, чем на 21,01 коробке, то есть, она совсем тракторная, вторая, там ускоренная, по сравнению с жигулевской, то есть, получается, большой разрыв, на видео это было видно, что, когда трогаешься, то есть, первая очень заниженная, прямо, буквально тронулся, сразу разгазовался, там 5000 оборотов, там сколько, 30 километров в час, или 40, и втыкаешь тут же вторую, и обороты сильно падают, то есть, пока двигатель раскрутится, это, конечно, очень портит картину, если бы сюда поставить нормальную коробку, хотя бы жигулевскую, просто назад троечную коробку вернуть, было бы уже лучше, намного, то есть, и результат, я считаю, был бы значительно веселее, почему, потому что, даже при трогании, я несколько, там, дублей писал, вот, получалось так, что тронуться нормально, у меня, именно, чтобы конкретно динамику проверить, у меня не получалось, потому что, сразу в букс, оно срывалось, то есть, когда ты стоишь, я и на одной дороге, и на другой, там, и на асфальте одном, и на втором, тут у нас просто есть разное покрытие, то есть, я на одном, на втором, на третьем, то есть, и резина здесь, конечно, не сильно хорошая, вот, но все равно, то есть, не хватает, не хватает, а коробка такая, что первая сильно занижена, она сразу в букс срывается, ну, а в букс, ну, это с потерей времени, то есть, это результата, какого-то увидеть, то есть, даже если здесь будет результат, там, не знаю, 10 секунд до сотни, но с буксом, там, можно и все 15 получить, вот, и плюс разрыв, то есть, вот это, конечно, портит картину, кстати говоря, опыт езды, вот, именно на этой машине, с коробкой, этой фиатовской, подвинуло меня к тому, что я в скором времени, закажу себе ряд R1, на коробку, и мост 2102, но об этом, в отдельном видео будет, вот, по передаточным числам, то есть, динамика, коробка убивает сильно, то есть, весь потенциал мотора, ну, и, конечно, тяжелый маховик, ну, а здесь, вот, по-другому, грубо говоря, если поставить легкий маховик, динамика будет лучше, но, из-за того, что разрыв между первым и второй, в момент старта, может стать еще даже хуже, чем есть сейчас, этому двигателю, вот, по-нормальному, чтобы получить результат, даже с этой коробкой, то есть, тяжелым маховиком, вот, как есть, не хватает, то есть, для полной картины, поставить карбюратор, нормальный, и систему воздухофильтра, сделать развитую, как я себе делал на Жигулях, потому, что вот штатного фильтра, разница, я вот у себя на копейке проверял, разница между штатным фильтром, и двумя коробками, разница очень ощутима, как раз, вот, именно после средних оборотов, особенно на объеме, когда двигатель имеет, там, 1,7 объем, ну, тут, в частности, 1,45, но все равно, это чувствуется, очень и очень заметно чувствуется, я думаю, в будущем, мы с хозяином, этот вопрос, должны решить, с карбюратором, с воздухофильтром, и, возможно, ну, я не знаю, когда именно, но, в ближайшее, я думаю, в этом году, надеюсь, то есть, доснять продолжение, с этим, автомобилем, с разгоном, может быть, он даже коробку, назад вернет, троечную, но, опять-таки, поставить коробку, это надо снять пол, уже, так ее просто не поставишь, ну, на этом, собственно говоря, все, благодарю за внимание,